Две притчи иллюстрируют две крайности. Первая. Это меня не касается. Вторая. Я должен все знать. Их нужно избегать. Первая притча. Мышь просит о помощи у друзей. Случилось, что мышка обнаружила мышеловку, которую на нее поставил хозяин. Она пробралась и рассказала об этом своим друзьям. Курице, овце и корове. Но все они отвечали, мышеловка это твои проблемы, нас это не касается. Чуть позже в мышеловку попала змея и укусила жену фермера. Пытаясь ее извлечь, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И наконец закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах. И все это время мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые никого не касаются, кроме нее. Вторая притча. Как баран решил спасти коня. На ферме заболел конь. Хозяин вызвал ветеринара. Он осмотрел и сказал, если утром конь не встанет, придется его убить. Этот разговор слышал баран. Он прибежал к больному коню и говорит, друг мой, парнокопытный, утром вставай, в любом случае, или тебя зарежут. Утром конь не встал, рядом лежал баран. Ну давай вставай, или ты умрешь. Конь долго хрипел, плевался пеной, но к приходу к хозяину он собрал все свои силы и встал. В своем столе и весело зарежал при виде хозяина. Фермер обрадовался, это чудо, это надо отпраздновать. И по такому случаю зарезал барана. Мораль, не совать нос в чужие дела. И не забывать про мышку с мышеловкой.